Собственно, самое главное. Мяч был настоящий? Скажи, а кто твой любимый герой в «Луни Тюнс»? Мой любимый персонаж? Возможно, это будет Тимофей Мозгов? Можешь не сомневаться. Космический джем. Новое поколение. Привет, Леброн. Рад видеть тебя. И я тебя. Как ты знаешь, оригинальная картина «Космический джем» отмечает свое 25-летие в этом году. Собственно, я хочу узнать, помнишь ли ты свои первые впечатления о фильме? Кажется, тебе было 11 лет на тот момент. Да, помню, был поражен этим фильмом тогда. Честно сказать, я как раз вырос на сериале «Луни Тюнс». Они мне очень нравятся. Спустя 25 лет ничего не изменилось. Но также вдохновением для меня был и Майкл Джордан. Все знают, что я носил номер 23 именно по этой причине. И видеть их вместе на экране в то время, можно сказать, было просто раем для меня. Это было очень здорово. Быть ребенком и смотреть «Космический джем». Скажи, а кто твой любимый герой в «Луни Тюнс»? Мой любимый персонаж... Я имею в виду, кто был любимчиком в твоей юности. Я бы сказал, что это Лола. Очень люблю ее. И я большой фанат Таза тоже. Отдельно хочу выделить Твитти. Как же ее не любить-то? Ну, а вообще сложно выбрать кого-то одного или даже двух. Тот же Бакс Банни. Он мой коллега в фильме. Но он вроде не злится, если я о нем мало упоминаю в интервью. Так, а какие волшебные способности могли бы пригодиться твоей реальной команде? Вау. Нам определенно была бы по душе скорость Спиди Гонсалеса, вращение Таза, крылья Твитти, способность Бакса Бани наводить супер-хаос, показывать эмоции. И мне очень нравятся скилзы Лолы. Мне кажется, она абсолютно невероятная. А давай представи мне надолго, что отряд головорезов, команда твоих противников в космическом джеме, это настоящая команда здесь, в реальности. Если ты будешь искать реальных игроков в команду Луни Тюнс, кого бы ты в нее взял? Ничего себе. Чтобы сразиться с отрядом головорезов? Да, давай просто представим, как мы Бакса Бани превращаем в реального баскетболиста. Возможно, это будет Тимофей Мозгов? Да, почему бы и нет. Мози подойдет абсолютно точно. Но мне кажется, все же Бак, Стас, Бабуля и Лола будут моей командой, с которыми мы вместе сможем одолеть отряд головорезов в реальной жизни. Можешь не сомневаться. А поделись, пожалуйста, своими впечатлениями о съемках на фоне хромакея. Я здесь тоже сижу на его фоне. И вот мне интересно, насколько трудно было тебе представлять всех героев, общаться с ними и при этом играть свою роль. О, да. На площадке, ближе к концу съемок, все было проще простого. Собственно, самое главное, мяч был настоящий? Конечно, мяч был настоящий. Баскетбол тоже был реальным, собственно, как и я. Мы много работали на натуре, поэтому на площадке было немало живых людей. Костюмеры, массовка, актеры для маппинга и другие герои фильма. Мне очень хочется узнать, как тебе было работать на одной площадке с Доном Чидлом? Это ведь легендарный актер? Это было необычно. В первые недели наших совместных съемок я очень волновался, потому что у меня огромное уважение к этому человеку. За все, что он делает, за фильмы, в которых он снимался, за роли, которые играл. И после того, как я узнал его поближе, как человека, мы просто делали свое дело. Это оказалось нетрудным процессом. Он мне придавал уверенности в себе во время съемок. Мне просто хотелось быть собой, быть профессионалом. До конца каждого дня мы делали все, от нас зависящие. Он профессионал, я профессионал. Нам было весело, и это была честь для меня сниматься с ним в одном фильме. А давал ли ты уроки баскетбола Сидорику Джо, который играет роль твоего сына? Да, конечно, но нужно сказать, что он и без меня неплохо гоняет мяч. У него достаточно опыта в этом. Но, безусловно, у меня была возможность подучить его некоторым приемам во время съемок, а это, между прочим, 3-4 месяца. Я рассказал ему некоторые секреты, показал, как нужно поступать в тот или иной момент на площадке. К тому же мы играли в баскетбол не только в кадре, но и после съемок. Да, он просто счастливчик. Многие фильмы нам показывают, что каждый игрок хорош в каком-то своем стиле, в своем направлении. Что бы ты посоветовал молодым игрокам, баскетболистам, всем, кто мечтает об этом виде спорта? Как они могут добиться наилучших результатов в баскетболе? Стать, возможно, легендой в этой игре? Мне кажется, все дело здесь вот в чем. Если у тебя есть страсть, ты мечтаешь об этом виде спорта, ты считаешь и чувствуешь, что это то, чем тебе хочется заниматься, играть в баскетбол, то тебе понадобится время. Нужно много практиковаться, оттачивать навыки постоянно в зале, на улице, где угодно. В моей юности я постоянно играл на улице. Когда подрос, мне захотелось попасть в лигу, я стал играть еще больше. Нужно дать себе время и быть приверженцем спорта. Также важно понимать, что не всегда будет весело. Не каждый раз тебя будут вознаграждать за что-то. Это все части большого процесса. Все хотят быть чемпионами, но нужно также хотеть и много работать над собой, быть частью процесса перед тем, как ты достигнешь всего. Это и делает цель такой вкусной и интересной. Так что если у тебя есть страсть и драйв, ты должен посвятить себя этому, полюбить свое дело. Это всегда приносит результат. Спасибо, Леброн. В конце мне хотелось бы обсудить с тобой семейный аспект космического джема. Ведь ты согласишься, что это семейный фильм, который рассказывает о взаимоотношениях родителей и их детей. Что бы ты мог назвать главным в этих отношениях? И вложил ли ты что-то в фильм из своей жизни? Да, конечно. Ты правильно заметил, что это семейный фильм. Я надеюсь, что родители, бабушки и дедушки, братья и сестры посмотрят этот фильм, а также покажут его всем своим близким. Потому что в нем много семейных ситуаций, которые могут нас научить чему-то важному. И без разницы, родители вы или дети. К тому же я вложил в этот фильм немало своего личного опыта. У меня трое детей в реальной жизни. Мне кажется, зритель может извлечь много уроков из нашего фильма. Например, о том, что ваша страсть по жизни может сильно отличаться от предпочтений ребенка. Так что мне кажется, что людям понравится чувство, которое оставит в них фильм. Они увидят в нем много знакомых ситуаций. Леброн, я надеюсь увидеть тебя в кино еще не раз. Спасибо тебе за интервью. Ты знаешь, оказалось довольно трудно найти твою футболку в Москве. Но знай, что тебя здесь ждет большое количество фанатов. Обязательно приезжай в Москву после пандемии. Мы дарим тебе всю свою любовь. Для нас ты легенда. Слушай, Константин, спасибо тебе большое. Я буду счастлив однажды приехать в Россию. Слышал очень много хорошего о вашей стране. К тому же там живут мои фанаты. Спасибо тебе. Мне очень приятно тебя видеть в моей футболке. И для меня это много значит. Надеюсь на скорую встречу. Спасибо тебе большое, Леброн. И тебе. Космический джем. Новое поколение. Старая школа рулит. Welcome to the Space Jam.